Сколько историй у команды Na'Vi и что-то говорят по-русски? Ребята говорят по-русски и говорят, что это хорошее. Знаешь, я впервые за эти долгие три дня не могу понять, а почему те замечательные люди, которые откомментировали встречу, всё ещё на своих рабочих местах? Я просто задаю себе вопрос. Покажите комментаторов, мы уже отпустим их. Я понимаю, что гораздо интереснее смотреть на Симпла, я разделяю ваши чувства. Потому что усы уха... Видели уже? Да, спасибо, ребята. Ещё раз поздравление команде Na'Vi. Мы тут до последнего, потому что, в общем-то, есть у нас идея. Последнее слово в этом году. Подвести какое-то резюме. Только без провокации. Только без провокации. Да. Вот. Ну, что я могу сказать? Наверное, можно точно отметить то, что это... Ребят, можно? Год Na'Vi? Да. Мы... Я думаю, Natus Vincere. Вообще, не только, наверное, Na'Vi. Всё-таки нашего региона. Всё-таки я думаю и я считаю, да, субъективно, что наши парни показывали отличную содержательную игру. У нас много побед, да, у нас много турниров. И это не только Na'Vi. Те же ребята из Gambit показывали прекрасную серию из нескольких турниров подряд. Также отмечаем и команду Virtus.pro, в том числе команду Entropic, конечно, которая с двух ног ворвалась в топ-10. Замечательный наш аналитик, любимка, Дмитрий Хуч-Богданов. Огромный прорыв. Я вообще считаю, что это тренер года после Блейда. Ну ладно, ладно. Короче, ждем, кстати, фотку от Блейда четвертую с кубком. Очень классный инстаграм у Блейда. Обязательно подписывайтесь, у него только фотографии с кубком. То есть других фотографий нет. Такая фотка у него уже была. Там единственное, что цифры поменяются. Но сам факт, да, действительно, это уникальный инстаграм, который есть только у Блейда. Ну, собственно, друзья, вам большое спасибо, что вы находитесь на нашей трансляции. Для вас работал ухо Страйк. Аналитики, забирайте. Спасибо, ребят. Может быть, покажем еще раз наших героев или... Спасибо вам большое. Наших героев как раз вот сейчас и показывают. Мы еще себя покажем, говорит Леша, и красиво выходит из студии. Ребят, я даже не знаю, что должно поменяться. Я даже не понимаю и не представляю, кто может составить Na'Vi конкуренцию в следующем году. Может, только Гамбит на данный момент. Да, рано пока говорить. Еще большие ожидания от команды Виталити все-таки в новом составе. Потому что и Дюпрю, и Мэджикс – это очень сильные игроки. И, наконец-то, они получили в свое распоряжение пять суперкрутых игроков. Но пока стоит сказать все-таки про команду Na'Vi. Я могу сказать, что я люблю больше всего критиковать. Хорошие слова я люблю говорить редко. Но в этом случае язык просто не поворачивается. Просто идеально играют ребята. Это действительно в данный момент на голову выше. Это Na'Vi-эра. И можем наслаждаться этим процессом. Я все-таки чуть-чуть с тобой не согласен. Потому что не верю в команды, которые не говорят на одном языке. Который для них является родным. По-прежнему еще не было… Я верю. …примеров, когда бы команда, которая говорит на неродном для себя языке, достигала прямо невероятных высот в Counter-Strike. Абсолютно все победители мейджора. И на данный момент эта тенденция сохраняется. Это представители либо одной национальности, либо людей, которые живут в разных государствах. Но для них один из языков является родным. Как это было для команды Gambit в 2017 году. Все говорили на русском языке. Na'Vi все говорят на русском языке. Бразильцы говорят на португальском. Датчане говорили на датском. Сейчас мы получим… Я могу долго об этом говорить. Это моя любимая тема. Все-таки коммуникация на неродном для тебя языке неэффективна. Все бывает в первый раз. И, возможно, мы дождемся этого в самом моменте. Вы болеете за Виталити. Нет, мы не болеем за Виталити. Мы как говорим… Шучу, шучу, шучу. Митя, давай дадим тебе слово. Да нет, у вас же есть свое мнение по этому поводу. Нет, нет, Митя. А кто… Объективно, кто из тех, кто говорит на разных языках, но каким-то одним в итоге приходится пользоваться для коммуникации в игре? Да, действительно. 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 Ни одна команда еще интернационального состава не выигрывала мажор. Хотя команда Face была близка к этому очень сильно. И не проиграла только из-за того, что проиграли свою игру. Но я считаю так, что КС, игра интернациональная и английский язык гораздо более лаконичны. И наступит день, рано или поздно, когда команда с пятью или четырьмя или тремя разными национальностями, говорящими на одном, допустим, английском языке, выиграет турнир. Как это, допустим, случилось сейчас в Валоранте? Я могу сказать так, что, конечно же, разговаривать на родном языке очень сильно важно во время игры. Но если у команды достаточно неплохое знание английского языка, плюс есть опыт игры на ФП и так далее, то можно подстроиться. Посмотрим, друзья. Посмотрим. Время покажет. Время покажет. Мы говорили про Виталити просто как единственного конкурента, который, возможно, сейчас на горизонте появится для команды НАТО Свинцера. Я по-прежнему считаю, что, наверное, главным конкурентом все же будет команда Гамбит, потому что они еще не все сказали и только-только набирают тот самый LAN-опыт. Будем надеяться, что эпидемия не будет такой жестокой и продолжатся LAN. И тем более вот в такой студии, где, я думаю, были соблюдены абсолютно все меры касательно безопасности. И обратите внимание, за последние три LAN-турнира ни одного случая коронавируса, ни одного среди игроков и персонала. Это прекрасно. Значит, что соблюдаются меры, значит, что можно проводить LAN и в условиях достаточно суровых, в которых мы полностью отменили огромное количество LAN-ов в 2020 и в середине 2021, в начале 2021 года в том числе. Ну, здесь сейчас все происходит для Na'Vi. Мы слышим, как они общаются и видим, как они получают удовольствие от того, чтобы запечатлеть себя с трофеями максимальное количество раз. Неспешно собирают девайсы. Валера уже читает в социальные сети. Напишите ему, вот прямо сейчас пишите. Напишите ему, красавчик. Понравилось, насколько все-таки завелась команда Na'Vi, потому что такую команду Na'Vi мы не видели давно. Не знаю, может быть, возможно, с мейджора. Не находили они в себе эти эмоции. И любопытно, что именно команда Gambit после победы на первой карте стала таким катализатором, чтобы разбудить. А мне вообще кажется, что первая карта была такая оплеуха, которая очень разбудила ребят. И они просто посмотрели друг на друга и сказали, что происходит. Мы проиграли свой пик в финале. Кто здесь чемпионы, да? Да, что происходит? Мы чемпионы мейджора, мы лучшая команда в мире. Что происходит? Да, и, собственно, это и стало катализатором. Gambit нужно было все закрыть на Ancient. Для Gambit это хороший опыт. И вопрос еще в том, нужен ли был Ancient команде Gambit. Потому что у них был хороший вариант с пиком оверпаса, которому славится команда Gambit. Они почему-то решили удивить команду Na'Vi, думая, что Na'Vi не готовит Ancient. Но буду откровенен, Na'Vi очень симпатичная команда на Ancient. И это было опрометчиво. А раунды будем смотреть тогда? Да вот не знаю. Нет, я думаю, что... Раунды. Есть, я выбирал раунды, но нужно ли это... Давай посмотрим. Нет демки, говорят. Все, не посмотрим. А что смотреть, если 2 в 4 люди просто заходят на B и без шансов? Я не знаю, можно пересмотреть. На самом деле на Inferno сложно что-то анализировать. Там полная доминация, отличный матч от Симпла, отличный матч от Бумыча. Gambit красавцы поборолись, но видно, что просто на третьей карте уже просто не хватило сил. Понимаешь, мы хотели показать, за счет чего Na'Vi настолько впереди команда Gambit. Ну запиши блок, покажи. Что, нечего парировать? Нет, блог будет. Будет, все. Или влог, я не знаю. Или влог, или влог. Телеграм-канал. У тебя есть телеграм-канал? Да, есть телеграм-канал. Я забыл, только как называется. Вот и все. Телеграм-канал есть. Осталось его найти. Он есть, он есть. Осталось его просто найти. Друзья, Na'Vi однозначно команда номер один в мире. Это факт. Я бы хотел поблагодарить абсолютно всех наших зрителей. Каждый, кто смотрел нашу трансляцию. Сердечки вам и респект за то, что смотрите. За то, что в конце концов среди вас есть до такой степени терпеливые, изобретательные люди, которые присылают ухо стихи. Поверьте, я понимаю, что это не просто, друзья, но продолжайте это делать, потому что это изюминка трансляций. Дмитрий Хучбогданов, человек, который умудрялся смотреть два Counter-Strike сразу. Потому что, не поверите, это достаточно сложно. Умудрялся смотреть и за своей командой, давая комментарии. Спасибо, Степан. Спасибо всем зрителям. Я на самом деле хотел сказать пару слов. Хотел пожелать всем хороших выходных. Скоро наступают новогодние праздники. Надеюсь, встретите их в кругу самых близких людей. Чтобы у вас все хорошо складывалось в будущем году. Чтобы вы любили Counter-Strike. Болели за красивый Counter-Strike. Болели за свои любимые команды. И в первую очередь подписались на телеграмму ухо. Это святое. Тут надо сделать. Михаил Кенблагин. Миша, самый спокойный аналитик. Но поверьте, как переживает человек вне эфира. Тут уже не факт, что мы увидимся в эфире. Но, ребят, любите Counter-Strike. Любите WePlay. Мы делаем для вас отличный контент. И надеюсь, вам понравилось то, что мы делаем. Да, кстати, напишите что-то нам. Или хорошее, или плохое. Потому что ухо постоянно говорит об этом. И пишет. Нам никто не пишет. Да почему кто-то пишет? Мне писали. Ухо постоянно разрывается. Даже мне писали. Как говорили, как найти ухо. Да, мне постоянно пишут, как найти ухо. А вы пересылаете Лешу, да? Нет. Мы выполняем функцию менеджеров просто. Нам приходится. Это правильно. Ребят, протяните руку помощи друг другу. И для того, чтобы усы, они должны жить. Я же, в свою очередь, хочу сказать большое спасибо всем тем, кто участвует в создании трансляции и контента в студии WePlay. Это огромное количество людей. Они замечательно делают свою работу. Вы всегда видите качественную, интересную трансляцию. Поэтому вот здесь просто нажмите follow и смотрите дальше замечательный Counter-Strike, который ждет вас на каналах WePlay. И что, с наступающим вас всех, друзья, Новым Годом. Самое главное, берегите себя. Не болейте. Все будет хорошо. Добрый вечер, дамы и господа! С вами студия WePlay и Ухо, конечно же, с небольшим резюме по этому году. Что я вам могу сказать? Все мы живем в уникальное время. Во время доминации нашего Counter-Strike. В то славное время, когда мы можем наслаждаться чудесной игрой наших команд. Низкий поклон всем вам. Все вы большие умнички. Спасибо вам за то, что вы были в этом году вместе с нами. Я надеюсь, что вы дальше будете оставаться и приходить и лицезреть топовый контент в Counter-Strike и не только студия WePlay. И огромное количество людей старается для вас. Спасибо вам большое за то, что вы с нами. Спасибо за то, что вы пишете, за то, что вы лайкаете, за то, что вы фоловите. Не забывайте подписаться на Telegram-канал WePlay и Sports во всех соцсетях. Спасибо огромной команде талантов. Спасибо огромное всей студии продакшена. Спасибо WePlay, спасибо вам. Ведь без вас этого всего бы не было. И всегда помните, что любовь и хорошее чувство должны сопутствовать вам. Вы должны хорошо относиться к тиммейтам. Любите друг друга, любите своих родителей обязательно. Если мама вас просит вынести мусор, то нужно вынести мусор, а не бомжей на оверпассе. С вами был Уха из студии WePlay. Люблю вас, всего вам самого хорошего. Новый год впереди, хорошего настроения, подарков и, конечно же, любви. До новых встреч. Всем сердечко обнял, приподнял, в усы поцеловал. Пока, ребята.